Весенняя охота на пернатую водоплавающую дичь стартовала в Ненецком округе в начале мая. 15 мая охотничий сезон открывается на центральном промысловом участке. В соответствии с установленными в этом году сроками, весенняя охота в Ненецком округе стартовала 10 мая на западном участке. Закрытие сезона – 19 мая. С 15 мая разрешено охотиться на центральном участке. Здесь зелёный свет для охотников по 24 мая включительно. Последним откроются охоты на восточном участке. Её сроки – с 28 мая по 6 июня. У охотников по-прежнему возникают вопросы о возможности ввести промысел в 15-километровой зоне от береговой зоны Северных морей. Это можно делать беспрепятственно, естественно, получив разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Это можно сделать в Департаменте природных ресурсов или можно сделать по интернету на региональном портале Госуслуг. Вопросы о внесении изменений в правила охоты в арктической зоне находятся на постоянном контроле в региональном парламенте. В решении вопроса задействованы депутаты Государственной думы. В настоящее время предпринимаются все усилия для того, чтобы в новых правилах, которые будут в любом случае утверждены, были учтены интересы местного населения, проживающего в Нинецком автономном округе, и чтобы те права, которые есть у жителей Нинецкого автономного округа на охоту, они сохранились в полном объёме. По мнению парламентария, изменения в законодательстве должны появиться к следующему весеннему охотничьему сезону. Вопрос решается, думаю, что он будет решён положительно, и в следующем году весной уже каких-то препятствий по охоте их тоже не будет. Хочется пожелать всем охотникам ни пуха, ни пера. Напоминаю, единые сроки весенней охоты в конкретном году на каждом участке охотничьих угодий Нинецкого автономного округа, определённых для охоты на пернатую дичь в период весенней охоты определяются отдельным постановлением губернатора Нинецкого автономного округа с учётом климатических условий и сроков миграции пернатой дичи в конкретном году. Конкретные сроки охоты на пернатую дичь в весенний период согласовываются с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.